Пунктов в письме-жалобе немало и претензий много. Главное – к заработной плате. А еще, считают работники скорой, на станции неоправданно раздут административный аппарат. С этим фактом проверяющие согласились. А вот что касается оклада, то здесь все по закону, объясняет начальник управления здравоохранения курорта. К тому же за два года у врачей зарплата поднялась с 45 тысяч до 49, жалование среднего медперсонала – 34 тысячи рублей. Устаревшим же можно назвать коллективный договор. Отсюда и недопонимание, что такое и откуда берутся те же надбавки стимулирующего характера. Факты нам говорят о том, что заработная плата всех категорий, работающих на станции скорой помощи города Сочи, является самой высокой в край. Это выявила не только наша комиссия. Мы работали вместе с фондом обязательного медицинского страхования. Основная часть всего конфликта лежит все же в моральной плоскости. Тогда, когда руководство и сотрудники как-то находятся по разным сторонам какой-то некой баррикады, непонятно откуда взявшейся, мы попросили и людей из состава коллектива поучаствовать в нашей общей работе по притворению этих наших общих замыслов, по улучшению кол договора, по переписке этих положений. Основные недочеты в работе экономистов, которых на станции зачем-то целых 8. Неграмотно выстроена и сама система управления. Криминала и преступлений, конечно, нет. А вот волна недовольства и недопонимания здесь нарастала не один год. И все из-за ошибок в организационной работе, отсутствия ликбеза среди сотрудников, подчеркивает мэр и отмечает, что открытость – главное преимущество руководителя. Людям непонятно. Оно должно быть, критерии четкие, понятные стимулирования. Если они понятны, люди не задают вопросов. Если они непонятны, им никто не разъясняет их. Они будут в своем коллективе друг другу говорить, слушай, вот обман, везде обман. А зачем нам это? Надо наоборот открытость и понимание каждым сотрудникам до последнего, чтобы даже у них не было и вариантов того посплетничать даже, что да вот, меня там обманывают. Вот это надо исключить. И притом, кого обманывают? Какую категорию людей? Тех, которые спасают жизни других? То здесь вот этой вот несправедливости, недосказанности, чего-то спрятанности не должно быть ни в коем случае. Вот и все. Выяснили проверяющие и то, что инициаторами протеста оказались водители карет скорой помощи. В итоге самые вопиющие факты нарушения проверяющие обнаружили именно в работе гаража станции. Вот, к примеру, запись разговора на заправке. Как отметил главный врач скорой, некоторые меры на станции уже приняли. Сокращено ряд должностей, которые имели место на скорой помощи. Эти коснулось экономической, прежде всего, службы и руководящей службы гаража. И будут произведены изменения в коллективном договоре для того, чтобы все начисления и удержания были более прозрачны. Животрепещущий вопрос о зарплате поднимали в ходе всей двухчасовой встречи с главой города. Медработникам напомнили, что многое зависит и от них самих. Получать больше можно, работая на коммерческих мероприятиях. К примеру, на международных соревнованиях. К слову, уже три года за счет массовых и событийных мероприятий количество зарабатываемых скорой помощью средств увеличилось. Но дело в том, что не на все мероприятия мы можем послать любого специалиста любого уровня врача и проходит строгий отбор учебы. Кого-то в процессе отбора, кого-то устранили в процессе учебы. И таким образом остается специально обученный высококлассный персонал, который и получает средства вот из этих целевых средств и оплату за свою работу. Но эта работа не является отдельной, она является дополнительной к той работе, которая у нас идет в системе ОМС. Поэтому здесь они еще получают проценты в большем размере по распределению стимулирующих средств. В любом случае проверка не завершена. Так решил Анатолий Пахомов. Доклад о результатах дополнительной проверки прозвучит на планерном совещании под председательством главы города Через две недели.